Здравствуйте, дорогие мои телезрители и, конечно, подписчики на канале YouTube, я вас очень всех люблю. Вот посмотрите, мне пришлось вот выбраться из-за стола как-то, потому что этот зеленый лес перекрывает все. Знаете, почему здесь стоит этот зеленый лес? Потому что очень много комментариев, они немножко оскорбительны для меня. А комментарии на тему, а что ты там один горшочек показала? А вот показываю, здесь это самая малая часть этих горшочков, остальная часть заняла полбалкона. Я восстанавливаю коллекцию лилий. Вот таких горшков 36, это все разные сорта. И я хочу сегодня поговорить о лилиях с самого начала и до высадки. Рано весной, то есть это поздно зимой, я бы сказала, в феврале идете в магазин и покупаете луковицы. И все очень уверены в том, что если положите в холодильник надолго-принадолго, и они все сохранятся, и прямо вы сразу все в огород и высадите. И они прирастут, они зацветут. Нет, мои девочки и мои мальчики, не совсем так. Вы же понимаете, что даже простой лук, который мы употребляем в пищу, не может храниться вечно. Наступает та пора, когда он начинает прорастать. Просто сам по себе его время пришло. Его бы, конечно, держать при температуре там 0 плюс 2 градуса, и он, может быть, еще месяца 2 потерпел бы. Но, тем не менее, процесс роста все равно начнется. Так вот, у лилии этот процесс начнется раньше. Они же уже подготовлены к продаже. И немножко влажный грунт, который дает возможность напитаться корням, и начать выгонять вот этот замечательный росток, то есть цветочную стрелку. Именно цветочная стрелка, ничто иное. Это вам не гладиолусы, когда появляются 3-4 листа, и только потом формируется цветочная стрелка. Я хочу говорить не об этом, я хочу говорить о том, что хранить лилии можно в холодильнике. Не проблема, но вы должны понимать, что если они у вас вот так там в упаковке уложены, они начнут расти даже в холодильнике. Ваша задача хотя бы их все прямо поставить росточками вверх. А они уже с ростками, хоть вот с такими, но с ростками. Ну, нам голландцы навязывают эту, вот, знаете, последовательность купли-продажи. И мы вынуждены это делать. Вот эти лилии куплены в начале февраля. Они отлежали месяц в холодильнике, но я их все выровняла. Также в их пакетах с картинками по сортам они стояли в коробках, чтобы, не дай бог, вот так не загнулся вот этот цветонос. Они и так-то на балконе, только там света маловато, пасмурное небо. Они начинают поворачиваться прямо резко в одну сторону. Но все-таки чуть-чуть подкручивать их надо. Конечно, это делать нужно вечером. Когда растение засыпает, ему гораздо легче приспособиться к этим условиям, новым условиям. Ну, развернули от солнца, ну и ладно. Это растение не погибнет, эта земляника с пяту не среагирует неправильно. Но сегодня говорить хочу еще о том, что вот в таком состоянии, о том, что когда я говорю, что я присаживаю все лилии, я не могу по-другому. Они же такие ростки белые в холодильнике. И что, до мая месяца с марта они не доживут. Они просто истощаются. Луковица становится такой вялой совершенно. Их нужно посадить в горшок. Как будто бы это уже дачный участок. В каком бы состоянии вы не пересаживали лилию, ей ничего не будет. Я об этом уже вам говорила. Но я хочу сказать, что вы должны внимательно следить за этими цветами. Вот подкормленные горшки выглядят вот так. Посмотрите, какие толстые стволы. Представьте, я покажу их еще раз. Когда они выдвинут цветоносы. И научу вас в этот момент черенковать их. Когда цветочный бутончик будет примерно, знаете, в половинку ноготочка. Это самое время, когда лилия, накопив массу питательных веществ, она готова к самому хорошему. Ну, как молодая девушка, да? Ох, такая прямо. Вот и она молодая девушка. И в этот момент мы можем срезать ее. Луковица не пропадет. Ну и что, что у нее не будет отростка? Мы можем вот так срезать и сделать. Она у нас такая будет. Вот когда появятся бутончики, она будет такая. И мы даже из количества, оставив несколько листьев, из этого количества сделаем 2-3 черенка. То есть мы размножим дорогие, красивые лилии, либо даже те, которые вам понравились, которые вы купили. Размножим без проблем. Она очень быстро выпускает корни и очень быстро образует луковицы. Сейчас, когда у вас лилии, ну, у кого-то так посажены, у кого-то мучаются в холодильнике, пожалуйста, посадите ее в горшки. Вот посмотрите, здесь почему палки стоят? Да потому что сверху укрывной накрываю. На балконе, на первом этаже очень холодно. Бывает и минус 10 еще у нас. И я укрываю укрывным в 2 слоя 30-кой или в 1 слой, там есть куски, 60-кой для того, чтобы они не замерзли. Это не полезно ни для какого растения. И эти линии, они, конечно, зацветут не совсем вовремя. Здесь практически только от-гибриды, ло-гибриды и ло-о-гибриды. И они будут выгонкой. То есть цветение наступит значительно раньше только потому, что мы их в горшки посадили. А вот если их не посадить в горшки, тогда можно и не дождаться цветения. Конечно, на следующий год они восстановятся, у них в запасе много времени, и они прекрасно отцветут. Но хочется все-таки в этом году. Я не уверена, что все из них зацветут. Это многолетний опыт, и он мне подсказывает, что именно так и будет. Вот эти 3 точно зацветут, эти 3 точно зацветут. И вот обратите внимание, еще одна маленькая деталь. Посмотрите, есть такого роста, да? А есть вот, например, такого роста. Вот на этот горшок посмотрите. 3 лилии, но они самые маленькие. А это о чем говорит? Они самые позднецветущие, потому они еще и такие маленькие. Те, которые самые высокие, самые раннецветущие. Как у всех растений, у них есть сроки цветения, особенно если это лагибриды, это азиатки, они очень рано цветут. Имея в коллекции разного срока цветения, эти замечательные, роскошные, ну потрясающие цветы, у вас всегда сад будет просто, ну не только цветом гореть. Лилии горят в саду, помните такое стихотворение? Еще и благоухание будет. И я вам очень рекомендую отнестись к таким цветам очень и очень внимательно. Они ведь многолетники. И на самом деле за лилии уходы-то практически нет. Три раза за лето полили, подкормили. Ну, обрезали осенью, если там проблема дождей началась. Обрезали так, чтобы у вас вот сантиметров 30 зелеными листиками оставался зеленый, да, черенок. Ну, остатки как бы ее ствола, чтобы листиками она смогла поработать и восстановить свою луковицу. Не только восстановить ее, а еще народить деточек. Там, где у нее надлуковичная зона, есть луковица, надлуковичные корни и подлуковичные корни. И у нее вот здесь на стволике появятся детки. Ну, я же к тому этот сюжет вообще завела. Потому что посмотрите в свои холодильники. Обратите внимание, что лилии уже перерастают. Посадите их, пожалуйста, в горшки. У кого крысы, вместе с горшками высаживайте. Там видно будет. Потравим год. У нас и такие программы еще будут. Потому что добрые телезрители и подписчики Ютуба прислали массу рецептов, как избавиться от крыс. Но в первый год все-таки в горшки, чтобы не потерять их. Сейчас очень важно подкормить их. Поливать надо очень редко, но подкормить обязательно. Сделайте раствор дрожжей. Ну, для них в таком вот уже возрасте 100 грамм сырых дрожжей на 10 литров воды. Пока будет достаточно. А когда высадим в сад, там уже разберемся чисто конкретно. Ну, на этом все. Всего доброго.